Дисциплина «Основы недропользования» для студентов-бакалавров специальности поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Тема «Виты контракта. Контракты на разведку и добычу. Стадийность геологического изучения и освоения недр». Лектор, старший преподаватель кафедры ГРМПИ Марченко Ирина Александровна. Цель – изучение контрактов на разведку и добычу полезных ископаемых. План лекции. Виды контрактов. Контракт на разведку полезных ископаемых. Контракт на добычу полезных ископаемых. И стадийность геологического изучения и освоения недр. Система юридических фактов, влекущих возникновение права недропользования в Казахстане, многообразна и включает в себя договоры, административные акты и иные основания. От государства право недропользования приобретается на основании контракта или разрешения, например, на добычу подземных вод или в отношении участка метр, выделяемого из контрактной территории в результате ее преобразования, а также путем предоставления права частной собственности или права землепользования на земельный участок, когда одновременно возникает право на добычу общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд. К основаниям возникновения права недропользования относятся также передача и переход в порядки правоприемства, Передача права недропользования означает наделение лица правом недропользования другим недропользователям. Переход права недропользования в порядке правоприемства означает возникновение права недропользования у правоприемника при реорганизации юридического лица и в случае смерти физического лица, обладающего правом недропользования. Контракт-договор между компетентным органом или уполномоченным органом по изучению и использованию недр или местным исполнительным органом области города республиканского значения, столицы, в соответствии с компетенцией, установленной законодательством Республики Казахстан и физическим или юридическим лицом на проведение разведки, добычи, совмещенной разведки и добычи полезных ископаемых, либо строительства или эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, либо на государственное геологическое изучение недо. Модельный контракт – это типовой контракт, утверждаемый компетентным органом, в котором отражаются особенности отдельных видов контрактов, проведение отдельных видов операций по недропользованию и используемые в качестве основы при разработке проектов контракта. Типовой контракт определяется как контракт, заключаемый с лицом, которому право на разведку предоставляется в упрощенном порядке в соответствии с законом Республики Казахстан о недрах и недропользовании по форме, утверждаемой компетентным органом. Типовые контракты заключаются на основании прямых переговоров для разведки слабо изученных участков недок. Участок недок, предоставляемый в упрощенном порядке для разведки, не должен превышать 10 блоков, каждый из которых равен одной минуте в географической системе координат. В случае, если в течение пяти рабочих дней после размещения сведений у поданной заявки на официальном интернет-ресурсе компетентного органа на запрашиванный участок дополнительно подается более одной заявки, то право недропользования по такому участку предоставляется в порядке предусмотренным законом Республики Казахстан о недрах и метропользовании для аукциона. Согласно пункта 1 статьи 61 закона о недрах, типовой контракт отнесен к самостоятельным видам контрактов на метропользование, наряду с такими контрактами, как контракт на разведку, контракт на добычу, контракт на совмещенную разведку и добычу, контракт на строительство и или эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей и контракт или договор на государственное геологическое изучение метод. Применительно к типовому контракту предусмотрены особенности не только заключения, но и продления, прекращения действия контракта по проектным документам рабочей программе. Так, согласно пункта 1 статьи 63 закона о недрах, рабочая программа для типового контракта не составляется. В пункте 1 статьи 64 предусмотрено, что недропользователь, получивший право на разведку в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 57-1 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недропользовании, разрабатывает и самостоятельно утверждает проект поисковых работ после подписания и регистрации типового контракта на разведку. Типовой контракт прекращается по истечении срока его действия, если сторонами не достигнуто соглашения о его продлении. Досрочное прекращение действия типового контракта допускается по соглашению сторон. Положение закона о недрах, специально предусмотренные для контракта на разведку или иных видов контрактов, не применяются к типовому контракту в том случае права первооткрывателя на заключение контракта на добычу в случае коммерческого обнаружения. Согласно статье 35 закона о недрах, без проведения конкурса на основе прямых переговоров заключаются контракты на проведение операции по добыче с лицом имеющим исключительное право на получение права недропользования на добычу в связи с коммерческим обнаружением на основании контракта на разведку. В статье 60 кодекса предусмотрено, что недропользователь, обнаруживший и оценивший месторождение на основании контракта на разведку, имеет исключительное право на заключение контракта на добычу без проведения конкурса на основе прямых переговоров. Поскольку право первооткрывателя на заключение контракта на добычу на основании прямых переговоров предусмотрено в нормах только для лица, имеющего исключительное право на получение право недропользования на добычу в связи с коммерческим бандооружением на основании контракта на разведку, то таким правом, согласно закону о недрах, не обладает лицо, которое обнаружило и оценило месторождение на основании типового контракта. Согласно Кодексу Республики Казахстан о недрах и недропользовании с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 января 2021 года применяется лицензионный режим недропользования. Лицензия – это документ, установленный государством формы, позволяющий заниматься тем или иным специфическим видом предпринимательской деятельности, которая требует дополнительного контроля со стороны государства. Согласно статье 29 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недропользовании, понятие лицензии на недропользование. Лицензия на недропользование является документом, выдаваемым государственным органам и предоставляющим ее обладателю право на пользование участком недр в целях проведения операций по недропользованию в пределах указанного в нем участка недр. Данная лицензия не относится к разрешениям, регулируемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Лицензия на недропользование выдается для пользования только одним участком недр и выдается по заявлению заинтересованного лица. Форма заявления на выдачу лицензии утверждается компетентным органом. Выданная лицензия подлежит публикации на интернет-ресурсе государственного органа, выдавшего лицензию в день выдачи. На данном слайде образец лицензии на геологическое изучение недр, в котором прописывается номер, дата выдачи, фамилия, имя, отчество недропользователя или нескольких недропользователей. Также размер доли в праве недропользования, который выражается в процентах по каждому владельцу. Условия лицензии. Срок лицензии на три года со дня ее выдачи. Границы территории участка недр. Здесь указывается количество и код блока или блоков. составляющих территорию геологического изучения. Государственный орган, выдавший лицензию. Подпись руководителя или уполномоченного лица. Печать и место выдачи. В главе 27 рассматривается разведка твердых полезных ископаемых. По лицензии на разведку твердых полезных ископаемых ее обладатель имеет исключительное право пользоваться участком недок в целях проведения операции по разведке твердых полезных ископаемых, включающей поиск месторождений твердых полезных ископаемых и оценку их ресурсов и запасов для последующей добычи. Лицо, заинтересованное в получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, подает в компетентный орган заявление о установленной им форме. Заявление подается на казахском и русском языках. Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых, помимо сведений и условий, указанных в статье 31 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недропользовании, должна содержать следующие условия недропользования. Обязательства об уплате подписного бонуса и платы за пользование земельными участками, так называемого арендного платежа, в размере и порядке, которые установлены налоговым законодательством Республики Казахстан. Размер обязательства по ежегодным минимальным расходам на операции по разведке твердых полезных ископаемых, а также основание отзыва лицензии за нарушение обязательств. Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых выдается на 6 последовательных лет. Проектным документом для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых является план разведки. Данный слайд содержит выдержку из статьи 31. Статья 31. Содержание лицензии на недропользование. На данном слайде мы видим образец лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, в котором указываются номер, дата выдачи, фамилия, имя, отчество недропользователя или нескольких недропользователей, размер доли в праве недропользования в процентах по каждому владельцу, условия лицензии, срок лицензии, границы территории участка недр, имя условия недропользования, обязательства недропользователя, которые входят, уплата подписного бонуса в размере определенным государством до какого числа, уплата в течение срока лицензии платежей за пользование земельными участками, то есть арендных платежей, в размере и порядке, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан. Ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по разведке твердых полезных ископаемых. В течение каждого года с 1 по 3 год срока разведки включительно, а также в течение каждого года с 4 по 6 год срока разведки включительно. Здесь указывается количество месячных расчетных показателей, действующих на дату выдачи с учетом количества блоков. И дополнительные обязательства недропользователя. Четвертым пунктом основания отзыва лицензии. 1. За нарушение требований по переходу права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования, повлекшее угрозу национальной безопасности. 2. Нарушение условий и обязательств предусмотренных настоящей лицензией. 3. Дополнительные основания отзыва лицензии. 4. Указывается государственный орган, выдавший лицензию. 5. Подпись руководителя или уполномоченного лица. 6. Печать и место выдачи. 7. Рассмотрим стадийность биологического изучения и освоения методов. Право недропользования предоставляется для осуществления следующих операций. 7. Геологическое изучение методов. 8. Разведка полезных ископаемых. 9. Добыча полезных ископаемых. 9. Использование пространства методов. 10. Старательство. В главе 14. Раздела 6. Геологическое изучение методов. 10. Рассматриваются условия и порядок геологического изучения методов. 10. Заявление и рассмотрение заявления о выдаче лицензии. 11. Территория геологического изучения методов. 11. Проектные документы и порядок проведения операций по лицензии на геологическое изучение методов. 12. Отчетность метропользователя. 13. Права на геологическую информацию и порядок отзыва лицензии. 14. Раздел 9. Разведка и добыча твердых полезных ископаемых. 14. Содержит сведения о порядке получения лицензии и ее содержании. 15. О порядке проведения операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 15. И отчетности метропользователя. 16. По плане разведки и плане горных работ. 16. О ликвидации и ответственности за нарушения обязательств. 16. О преобразовании участков методов для разведки и добычи твердых полезных ископаемых. 17. О переработке твердых полезных ископаемых. 18. О операциях по использованию пространства методов и другие. 18. На данном слайде представлена лицензия на геологическое изучение методов. 19. Она также содержит номер и дату выдачи, фамилия, имя, отчество недропользователя или нескольких недропользователей. 19. Размер доли прави недропользования в процентах по каждому владельцу. 20. Условия лицензии, в которых указывается срок лицензии, границы территории участка методов. 21. Государственный орган, выдавший лицензию. 21. Подпись руководителя. 22. Печать. Место выдачи. 22. Глава 27. Раздела 9. Кодекса Республики Казахстан о недрах и недропользовании предоставляет информацию о разведке твердых полезных ископаемых. 23. План разведки, в котором описываются виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных ископаемых. 24. Примерные сроки и объемы проведения работ с соблюдением требований экологической и промышленной безопасности в перспективе не менее трех последовательных лет со дня утверждения плана. 24. Мероприятия по ликвидации последствий проведенных операций. 25. Количество и качество периодических отчетов. 26. Ежегодные минимальные расходы на операции по разведке твердых полезных ископаемых. 26. Правила и порядок получения лицензии. 26. Глава 28. Добыча твердых полезных ископаемых регламентирует порядок и правила получения лицензии на добычу твердых полезных ископаемых. 26. Содержание и срок лицензии прописывает обязательства недропользователя в области обучения и науки и приобретения товаров, работ и услуг при добыче твердых полезных ископаемых. 27. Последовательность проведения операций. 28. Отчетность недропользователя. 29. План горных работ и план ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых. 29. Ответственность за нарушение обязательств по лицензии. 30. Раздел 10. Содержит информацию об использовании пространства недок. 30. Старательство. Заключительные и переходные положения. 31. В главе 33 регламентируется получение, содержание и срок лицензии. 31. Инструкция по составлению проекта эксплуатации пространства. 31. Порядок проведения операций по использованию пространства недок. 31. Ликвидация последствий использования пространства недок. 32. На данном слайде представлена лицензия на разведку твердых полезных ископаемых. 33. В ней также указывается номер, дата выдачи, фамилия, имя, отчество недропользователя или недропользователей, 34. Размер доли в праве недропользования, условия лицензии, срок, границы, иные условия недропользования, 34. Обязательство недропользователя, уплата подписного бонуса, 35. Ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по разведке твердых полезных ископаемых, 35. Дополнительные обязательства недропользователя, 36. Основание отзыва лицензии за нарушение требований по переходу права 36. Нарушение условий и обязательств предусмотренных настоящей лицензии, 36. Дополнительные основания отзыва лицензии, 37. Государственный орган, выдавший лицензию, 38. Подпись руководителя или уполномоченного лица, 39. Место печати и место выдачи. 39. Лицензия. На данном слайде лицензия на добычу твердых полезных ископаемых. 40. Также содержит номер и дату, фамилия, имя, отчество недропользователя. 41. Размер доли в праве недропользователя по каждому владельцу, если их было несколько. 41. Условия лицензии. Наименование места нахождения участка недр или места рождения. 42. Указывается на минование область район, наименование полезного ископаемого. 42. А схематическое расположение территории участка недр прилагается к лицензии. 43. Обязательства недропользователя. 44. Уплата подписного бонуса. 45. Уплата арендных платежей. 45. Размер обязательства по ежегодным минимальным расходам на операции по добыче твердых полезных ископаемых. 46. Указывается количество месячных расчетных показателей, действующих на дату выдачи лицензии. 47. Размер минимальной доли местного содержания в работах и услугах, используемых при проведении операций по добыче. 48. Размер обязательства недропользователя по финансированию обучения казахстанских кадров. 48. Размер обязательства недропользователя по финансированию научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ. 49. Дополнительные обязательства недропользователя. 49. А также основания отзыва лицензии. 50. Нарушение требований пункта 1 статьи 44 Кодекса, повлекшей угрозу национальной безопасности. 50. Нарушение условий лицензии. 51. Дополнительные основания отзыва. 51. Государственный орган, выдавший лицензию. 52. Подпись руководителя или уполномоченного лица. 53. Печать и место выдачи. 53. На данном слайде вы видите лицензию на добычу общераспространенных полезных ископаемых. 54. Также указывается номер и дата выдачи. 54. Фамилия, имя, отчество недропользователя или местных недропользователей. 55. Размер доли в праве недропользования в процентном выражении по каждому владельцу. 56. Условия лицензии. 56. Срок границы территории метр площадью квадратных километров. 57. Со следующими географическими координатами. 57. Иные условия недропользования. 58. Наименование или место на сохождение участка метр месторождения. 58. То есть область, район. 59. Наименование полезного ископаемого. 59. Схематическое расположение территории участка также прилагается к настоящей лицензии. 59. Обязательство недропользователя. 60. Уплата подписного бонуса. 61. Уплата арендных платежей. 61. Ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по добыче общераспространенных полезных ископаемых. 62. Основание отзыва лицензии. 63. Государственный орган, выдавший лицензию. 63. Подпись руководителя. 63. Место печати. 64. Место выдачи. 64. Глава 34. Старательство. 64. Регулирует условия старательской добычи. 64. Чтобы заниматься поиском и извлечением драгоценного металла из земли, необходимо получить лицензию. 64. Лицензия на старательство выдается сроком на 3 года. 64. Указанный срок по заявлению обладателя лицензии подлежит продлению 1 раз на 3 года. 65. Обладателями лицензии на старательство могут быть только граждане Республики Казахстан. 65. Кодексом Республики Казахстан о недрах и недропользовании в стране создан институт старательства, в котором предусмотрено предоставление права недропользования путем выдачи лицензии на старательство местными исполнительными органами области в целях легализации добычи драгоценных металлов и камней на рассыпных месторождениях. 66. В соответствии с Кодексом обладатель лицензии на старательство имеет исключительное право недропользоваться участком недр для проведения операций по старательской добыче драгоценных металлов и драгоценных камней на рассыпных месторождениях и месторождениях техногенного характера, 67. Отвалов и заскладированных отходов горного производства и металлургии, осуществляемых ручным способом или с применением средств механизации и иного оборудования малой мощности. 67. Осуществление бурения и иных земляных работ на глубину не более 3 метров от самой нижней точки земной поверхности территории участка старательства. 68. Старатель, использующий средства механизации, вправе проводить операции по старательству только при наличии 1. плана старательства и 2. положительного заключения государственной экологической экспертизы плана. 68. План разрабатывается и утверждается старателем. 69. В плане описываются виды, методы и способы работ по старательству, примерные объемы и сроки их проведения. 69. Инструкция по составлению плана утверждается уполномоченным органом области твердых повязанных ископаемых. 70. Содержание плана определяется старателем самостоятельно с учетом требований экологической безопасности. 70. Запишите контрольные вопросы. 71. На чем основывается Кодекс Республики Казахстан о недрах и недрах подзывания? 71. Из чего состоит законодательство Республики Казахстан о недрах и недрах? 73. Каким источником информации государство обеспечивает открытый доступ? 73. О чем гласит статья 14 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недрах подзывания? 73. Что содержится в статье 31 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недрах подзывания? 74. Перечислите стадии стадии геологического изучения и освоения метров? 75. Что регламентирует глава 28 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недрах подзывания? 76. Какая информация содержится в разделе 10 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недрах подзывания? 79. Какие правила регламентируются в главе 33 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недрах подзывания? 80. Что регулирует глава 34 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недрах подзывания? 80. Список рекомендуемых источников. 80. Кодекс Республики Казахстан о недрах и недрах подзываниях. 80. Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет, то есть налоговый кодекс, 80. С изменениями и дополнениями по состоянию на 2 июля 2020 года. 80. Анография Юли Баева. Проблемы правового регулирования недропорзывания. 80. Отечественный опыт и зарубежная практика. 80. Статья «Актуальные проблемы частного права Ильясова» о соотношении понятий недействительной и несовершенной сделки в гражданском законодательстве Республики Казахстан, 80. А также интернет-ресурсы «Аделет», «Недра КСЗ», «Программа КСЗ», «Юрист». 80. Лекция окончена. 80. Ответы на контрольные вопросы следует прислать на сайт университета программу «Универ». 90. Актуальные проблемы HTML ... Продолжение следует...